Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются бои, сейчас российская армия наступает и уже подошла вплотную к городу Славянск. И уже, по сути, в пяти километрах идут сражения от города Славянск. И в ближайшее время Славянск, точно так же, как и другие города, скорее всего, будут брать в окружение. Пользуясь отступлением украинской армии к городу Северск, под контроль Российской Федерации переходят все новые поселки в том регионе. И тем не менее, мы видим, что сейчас вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы попытаться закрепиться на новых рубежах. Сегодня, кстати, появилось видео с квадрокоптера, составленного украинскими войсками города Лисичанск. И если мы видели, например, город Мариуполь был практически полностью разрушен, каждый дом был, собственно, практически сожжен, то вот на этих кадрах мы можем видеть, что на самом-то деле очень много жилых домов остались абсолютно нетронутыми. Безусловно, ряд построек в Лисичанске практически полностью уничтожен, но если, тем не менее, брать процентом соотношений, судя по этим кадрам, то таких разрушений в городе максимум процентов 10-15. Судя по этим кадрам, российская армия также старалась сохранить максимально город Лисичанск. И здесь мы видим, что тактика, когда сначала делается тактическое окружение, и создаются условия для вооруженных сил, что они вынуждены просто срочно отступать, то тогда вот эти условия все-таки сохраняют те города, которые, вот на примере Лисичанска, попали вот в такую ситуацию окружения. Если бы котел захлопнули сразу, как в Мариуполе, то тогда бы там украинская группировка войск оборонялась примерно таким же образом, как в Мариуполе. И тогда город бы полностью практически сожгли. Но на этом примере мы видим, что тактика российской армии поменялась. И теперь получается, просто делается тактическое окружение, и по отступающей группировке просто отрабатывает артиллерия, ну и прочие системы вооружений. Ну а тем временем с Донецка сообщают о массированных различных обстрелах. Причем обстреливают почему-то не какие-то там военные объекты, а, например, жилые дома, больницы, парки, ну и, конечно, рынки. Да, и самое страшное, что здесь практически негде спрятаться. То есть сам рынок находится, вернее, находился на таком пустыре, где ни одного подвала. Такие обстрелы стали возможными благодаря различным дальнобойным гаубицам западного производства. И здесь, я думаю, что прекрасно американцы знали, когда передавали эти гаубицы, куда и по каким целям они будут стрелять. Потому что, как известно, вооруженные силы Украины практически все свои действия согласовывают с их центром управления. А главным он, конечно же, находится не в Украине. Поэтому, когда западные страны передают Зеленскому артиллерийские системы и прочие дальнобойные системы вооружений, то они прекрасно знают, что и Зеленский, и командиры, которые за границей планируют операции для вооруженных сил Украины, они преследуют как военные цели, так еще и идеологические. Потому что такие вот обстрелы мирных кварталов, ну это военным или какой-то военной целесообразностью аргументировать нельзя. А вот и идеологическое, и политическое, это уже, как говорится, более-менее проливает свет на логику событий, которые сейчас происходят в Донецке в связи с вот этими массовыми обстрелами жилых домов. Причем обратите внимание, что западные СМИ, по примеру, например, Буча, никогда не назовут обстрелы мирных кварталов Донецка, рынков, там, где вообще вооружение в принципе априори спрятать нельзя. Они никогда не назовут это военным преступлением, они даже вообще не заметят вот этих обстрелов, потому что это кого надо обстрелы. С учетом того, как развиваются события, наивно полагать, что и с одной, и со второй стороны всегда оружие будет высокоточным, и мирные люди от этого страдать не будут. Конечно, мирные люди будут страдать как с одной, так и с другой стороны, потому что это реальные боевые действия. Но одно дело, когда ракета попадает по военному объекту, прямо возле которого расположен условно-торговый центр, а другое дело, когда просто ведется систематический артиллерийский обстрел по рынку банальному, который достаточно крупная цель, и знаете, чтобы туда, ну, один раз попасть, это можно хоть как-то объяснить, а когда системно туда лупят по 30, по 50, по 100 снарядов, то здесь уже речь идет о том, что это сознательное военное преступление. Понимая эти элементарные истины, Российская Федерация уже со своей стороны старается максимально обезопасить, например, Крымский мост. И вот на этих фотографиях можно видеть, что специально выставили отражатели рядом с Крымским мостом для того, чтобы, если по нему будет лететь ракета, чтобы эти отражатели, собственно, словили эту ракету. Как-никак, Крымский мост – это олицетворение экономического могущества Российской Федерации, и, конечно, скорее всего, в планах у западных стран этот мост каким-то образом повредить. В комментариях часто пишут различный абсурд касательно того, что Вторая Армия мира, то есть Российская Армия мира, то очень мало чего может сделать на территории Украины, но, тем не менее, это откровенно чистейшая и наглая ложь. Тут нужно все-таки ставить вопрос правильно, что есть вот Первая Армия мира и известно чья. Это все-таки она принадлежит западной стране, которая очень активно представлена и в Европе, и в Украине. И вот эта Первая Армия мира сейчас реально воюет с Второй Армией мира. Ну, естественно, на территории Украины. Если кто-то думает, что это что-то новенькое, то тогда вы заблуждаетесь, потому что в Сирии точно такая же ситуация, потому что в Сирии еще с 2011 года идет, в принципе, такое же противостояние. Россия в этот конфликт включилась в 2015 году, но, тем не менее, по факту мы видим, что часть территории Сирии сейчас контролируют американские войска, а часть уже сирийского правительства при поддержке Российской Федерации. И в российском руководстве прекрасно понимают, с кем на самом деле идет противостояние, поэтому стараются в российские войска предоставить самые последние системы вооружения. Вот яркий тому пример, когда дрон-ружье, вот это, против беспилотников, передается конкретно российской разработке уже российским войскам, и сейчас такие вот ружья повсеместно используются на Донбассе. Друзья, теперь небольшое, но важное объявление. Все видео, которые я не могу выкладывать здесь на Ютубе, я выкладываю у себя в Телеграм-канале. Ссылка на мой Телеграм в описании и первым комментарием под видео. Там всегда можно больше выложить видео, чем на Ютубе. Переходите, подписывайтесь. Но тем временем на подконтрольной Зеленскому части Украины уже по полной вводится крепостное право, потому что теперь уже официально подтверждено, что гражданины Украины без разрешения в военкомы не имеют права покидать место прописки своей. По этому поводу уже на подконтрольной Зеленскому части Украины начинают возмущаться тому, что как это так, почему крепостное право опять вернулось в Украину и почему теперь без разрешения военкома гражданину Украины даже переехать в другой город нельзя или съездить к родителям. То здесь, конечно же, много жарких дискуссий. Все-таки уже рассказывают про уничтожение украинской экономики, если такая норма сохранится. Но тем не менее уже это заявление украинского генштаба, который, естественно, является структурой, которая контролируется западными странами. И мы видим, что на Западе, прекрасно понимая, что нужно больше все-таки граждан Украины поставить под ружье, нужно больше крови. И тут нужно четко понимать, что такая ситуация, она не случайна, потому что в Украине системно с Запада закручивают гайки для того, чтобы как можно больше украинцев загнать вооруженные силы и, конечно, чтобы они воевали изо всех сил своей российской армии, в которой сейчас, как известно, где-то уже одна треть, как минимум, это граждане Украины. То есть, по сути, увеличивать раскол между украинцами, которые не хотят поддерживать курс в НАТО, в ЕС, и все вот эти заплеты Зеленского, там, про продажу украинской земли корпорациям и так далее, с украинцами, которые не понимают вообще, в принципе, что происходит в стране, и которые сейчас воспринимают картинку с точки зрения черно-белой, и, конечно, становятся на сторону Зеленского. Многие украинцы сейчас бравурно выкладывают видео касательно того, что они где-то маршируют с оружием и с грозным видом и так далее. И для таких украинцев, конечно, нужно просто напоминать, что вы маршируете вместе с Коломойским, вместе с Ахметовым, вместе с Соросом, вместе с Байденом, вместе с Джонсоном и прочими персонажами, которые, конечно же, ничего хорошего для Украины за вот эти 8 лет абсолютно не сделали. Ну, кроме, конечно, ограбления и увеличения состояния олигархов, потому что реально посольство Большой Семерки правили безраздельно 8 лет в Украине. Не делали, что хотели, но по факту от этого было только сокращение населения Украины гигантскими темпами. Но тем временем в Генштабе ВСУ развивается очередная зрада, потому что помощник командующего публиковала фотографию, что уже украинский флаг гордо реет над островом Змеиный. Но потом, как оказалось, флага на острове Змеиный никто не установил, и он там, ну, не совсем мореет. И с точки зрения помощника Головкома, нужно было все-таки метафизически все это воспринимать. И для того, чтобы хоть как-то выйти из ситуации, то вот эта помощница решила, знаете, сделать заявление касательно того, что якобы украинский вертолет пролетал над островом Змеиный и сбросил туда украинский флаг. Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дожидается прибытия войск, а потом будет реять, сказала Гуменюк. Я, конечно, дико извиняюсь, но когда флаг государства кидают просто на землю, то это можно сказать, знаете, когда вот кидают штандарт поверженного условно подразделения или там армии, то это примерно равноценно вот этому. И получается сейчас генштаб ВСУ просто заявил о том, что флаг Украины бросили на землю. И это вот даже с точки зрения любого здравомыслящего военного, это совсем нездоровая история. Ну, как говорится, хорошо, что хоть не погадили с вертолета на остров Змеиный для того, чтобы пометить территорию, как говорится, и на том спасибо. Ну, а вот в Киеве олигарх Таруто заявил, что в Украине оказывается 80% металлургии, практически уничтожено производство, и я думаю, что здесь ничего нет необычного, потому что идет в Украине настоящая декоммунизация. И то, что настроили для украинского народа злобные коммунисты, то теперь оно просто потихоньку исчезает. И если раньше оно исчезало благодаря кражам различных олигархов, типа Таруты, Коломойского, Ахметова, там, Пинчука и прочих, то теперь оно исчезает еще также благодаря боевым действиям. Ну, а тем временем Зеленский представил очередной план восстановления Украины и уже попросил на это практически 17,5 миллиардов долларов. И вот пока вот эти все планы Зеленский и Офис Президента публикуют, пока они называют эти планы всякими английскими непонятными словами и названиями и клянчут деньги, то вот уже конкретно в Луганской области вовсю идет так называемое вылыки будивныства, только уже не от Зеленского, а от Российской Федерации. И там действительно уже начинают по полной восстанавливать как и дороги, так и другие объекты инфраструктуры. И тут, я думаю, если просто сравнивать, то мы видим, что уже и в Мариуполе, и в других городах, и в Луганской области, там уже вовсю работают российские строительные компании и уже по полной программе восстанавливают инфраструктуру. То вот на подконтрольном Зеленской части Украины, то там я почему-то вообще не наблюдаю никаких европейских строительных компаний, которые активно начинают участвовать в восстановлении подконтрольной Зеленскому части Украины. И я думаю, что подобные действия Российской Федерации для обычного украинского народа сейчас говорят значительно больше, чем различные красивые заявления европейских политиков о том, что не якобы кому-то выделяют миллиарды долларов. Ну а пока можно поздравить, например, британское посольство в Москве, потому что оно теперь будет находиться на площади Луганской народной республики. Ну а американское посольство, естественно, будет находиться на площади Донецкой народной республики. И американское посольство, что даже со своего официального сайта убрало название и просто оставило координаты. Подобные жесты недоброй воли сделали давным-давно и в Соединенных Штатах Америки, когда переименовали улицы, на которых расположены были российские посольства. И в Украине Зеленский тоже в этом поднаторел. Поэтому, как говорится, с учетом таких вот процессов, можно уже констатировать факт, что в эту игру, как говорится, можно играть и вдвоем, и втроем, ну и так далее. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я публикую те видео, которые не могу публиковать на ютубе. До скорого!